Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тамперис, Финляндия. Обещала сделать обзор на тупервару посуду и я говорю, как говорят у нас в Финляндии, тупервар, в Америке говорят по-другому, не знаю, как говорят в Российской Федерации, но я буду говорить. И я напоминаю, что все крышки у меня старого цвета, у меня красные тогда, когда продавала я, было красное, синее и зеленое, теперь крышки черные, ну и этот тренд, конечно, меняется, но вот красные крышки есть у меня. И посуда очень старая, и вы помните, что на тупервару всегда есть гарантия, если что-то сломалось и так далее, ничего в помойку выбрасывать нельзя. Ну и в Финляндии они называются вот эти лотки махтуват, и в них, если перевести махтуват на русский язык, это будет звучать, в них помещается, и в них помещается очень много, даже есть вот такая определенная статья, как бы, что сколько сахара, сколько пшена, сколько макарон и так далее, и так далее, в их помещается. И размеры у нас полулитровые, 1,1, 1,7, 2,3, и когда вы их можете поставить одну на вторую, получается всегда прямой ряд, то есть, если вы поставите на 1,1 вот такую, получается у нас 2,3. Ну и, конечно, способ хранения всегда очень хороший, в них не заводятся мошки, если вы везете на дачу, или у вас есть влажность в вашем доме, конечно, хранение очень хорошее. И почему я всегда рекомендую высыпать, очень хорошо достается, даже с верхней полки, видите, какая маленького роста я, я одной рукой могу достать с верхней полки. И когда насыпаем, здесь у крышки механизм стопа, вы поднимаете крышку, она будет стоять, даже если вы что-то насыпаете, крышка никогда не упадет, например, хлопья, макароны или чем-то вы посыпаете, очень удобно. Ну и, конечно, можно мыть в моечной машине, вот это место у нас имеет вот такую шершавость, то есть, даже плохими руками вы сможете достать с шкафа, но вот это место у нас прозрачное, только из-за того, что когда делаете лист, идя в магазине, или вы на память помните, вы видите, сколько продукта у вас там остается. Я настолько человек непомнущий, что у меня есть, и поэтому есть вот такие этикетки, по-фински называется Таррот. Здесь у меня, например, макароны, и здесь макарон помещается в три упаковки. Ну и, конечно, когда вы макароны сыпете, например, над кастрюлей, вы помните опять вот этот эффект, то есть, крышка будет стоять, а не падать, если что-то отмеряется. И, конечно, дети обожают тоже тупервары, потому что эти пакеты нужно всегда уметь достать одной рукой, не дай бог, он еще упадет вам на голову. Пакет с сахаром, с мукой, с рисом, с крупами, манкой и так далее, конечно, да, все нужно пересыпать. И если вы не помните, что у вас было, вот, например, у меня здесь большая упаковка соды, я иногда люблю вот так вот вырезать и наклеить. Если я пользуюсь содой, я тогда помню просто, что можно с содой разбавлять и так далее. Да, бывает, что иногда вот так я тоже делаю. Ну и, конечно, сиротимет, называется по-фински. И сиротимет у нас есть два разных сорта. Здесь у меня канели и сокеры. Канель с сахаром. Ну, я уже показывала неоднократно, финны любят канели с сахаром на булку, в кашу рисовую и так далее. Ну и система механизма опять, если вот этот вот носик поднят и высыпется постоянно, и когда вы опускаете носик вниз и опрокидываете, получается одна чайная ложка. Вот такая система этого носика есть. Очень удобно, если вы, например, хотите только чайную ложку, носик вниз. Ну и, конечно, герметично, очень хорошо вот так вот помещается в одну руку, даже плохие пальцы могут удержать. И мне безумно нравится, что видно, сколько здесь. Бывает, что очень большая упаковка, но когда вы берете, там может быть буквально быть на дне, и вы до конца не помните, сколько у вас чего, какого продукта есть. Ну и сахарная пудра тоже большой проблемой является, если вы храните ее в шкафу, если там, например, большая влажность, сахарная пудра может быть деревянной просто через неделю, а то и через один день. В таком, конечно, хранится она очень хорошо. Хорошо, и здесь вот такой сиротин. Сейчас я тоже покажу. Видите, хотела быстро открыть, но не получилось. Вот такой сиротин, по-фински называется ситечка. И, конечно, когда вы эту пудру рассыпите, не надо никакого ни сито, ни чайного ситечка, ничего. Прямо можно сыпать, и получается очень красиво, без комков. И у меня у самой руки такие крюки, поэтому я всегда показываю. Ну и, конечно, детская любимая какао. Если какао-порошок, тот же убой, вы поставите в коробке, и в коробку ложку, конечно, да, это будет весь кухонный стол в этом какао-порошке. Я советую, конечно, пользоваться туперварой. Здесь можно сыпать какао, если вы хотите, например, какое-то украшение и так далее. Но если дети маленькие есть, у них есть теплое молоко, и они хотят 2 чайные ложки какао в это молоко, вы можете нажать вниз, раз, два, и у вас получится 2 чайные ложки. И всегда носик поднимаем кверху, потому что, когда закрываем крышку, носик упирается в крышку, и поэтому у нас получается герметично. Ну и, конечно, все время спрашивают про сыр. И вы знаете, хранить сыр, сыр продукт дорогой. И, конечно, как вы его храните, вкус может отличаться просто на разы. Ну и я показывала в своих обзорах вот эту вот подставочку для сыра. И точно такую же подставку мы были один раз на блошином рынке, совершенно новая в упаковке продавалась за 3,50, не могла не схватить, ну и подарила, конечно, своему мальчику. И она вот такого размера, то есть здесь помещается головка, например, эдам красного, если вы покупаете, и можно хранить с двух сторон. Например, если вы кладете сыр с белой плесенью, можно положить вот так, если вы будете ножичком отрезать, помните, да, не будет задевать края. Но если, например, брынзы кусочек кладете, здесь как раз вот сантиметр не будет у вас пачкать холодильник. Ну и крышка не герметичная. Сыр герметично закрывать нельзя, потому что он начнет выпускать маленькие-маленькие капли. И вот такой вот сыр мокрый будет, и он, конечно, заблеснет очень быстро. Одной рукой очень легко достать с холодильника, то есть даже если тяжелая, хорошая крышка, даже плохой рукой эту крышку можно снять. Ну и почему я храню сыр вот в такой упаковке? Всегда, когда покупаем сыр, покупаем сыр уже нарезанный, покупаем сыра много, потому что хорошие бывают скидки. И, например, если вот такой сыр ты покупаешь и кладешь целую упаковку, ее очень тяжело, как говорится, пользоваться, я разрезаю на два кусочка, и получается вот так вот порционно, маленькой вилочкой на хлебушек, на булочку, как вы этот сыр пользуетесь. И вот пополам разрезав получается вот такая упаковка. И хранится много-много дней, даже на неделю можно оставить. И почему я достала показать? Видите, сыр живет, да, получается вот такое небольшое количество влаги, но все равно этот сыр чувствует себя в этой сырнице очень хорошо, никогда не заплесневеет, никогда не пожелтеет, никогда не покроется пленкой, коркой и так далее. Очень-очень советую. И эти сырные коробочки продаются всех размеров. Напишите, хотите ли вы еще вот таких обзоров Тупервары. Я старый продавец, может быть, я каких-то названий не знаю, но я расскажу, как пользуюсь я. Вот свои лайфхаки по употреблению этой шикарной посуды. Пишите, если хотите, я запишу. У меня большое количество Тупервары стоит в шкафу. Подписывайтесь, не хворайтесь. С вами была Оля Стампера. Всем физкульт-привет!